Привет, друзья! Мы продолжаем проходить Dark Souls 3, и сейчас мы вернёмся в Эритил Холодной Долины и продолжим. А только вот сперва, друзья, я бы хотел снять с себя эту чёрную метку, потому что мы уже разобрались, в общем-то, со всеми этими людьми, которые были как-то связаны с этой меткой, и было бы неплохо снять её. А только есть проблемка небольшая. А снятие этой метки обойдётся мне очень кругленькую сумму душ. Ну, так или иначе, в принципе, не проблема, потому что у меня хватает душ. Давайте поговорим с сохранительницей огня. Мы желаем снять чёртовую тёмную метку. И вот обратите внимание, почти 300 тысяч душ нам потребуется, чтобы снять эту чёртовую метку. По всей видимости, раньше это стоило бы дешевле. Ну да ладно, давайте снимем. Окей. Хотелось бы также потратить свои души, раз такое дело. Давайте, может быть, здоровье до 27 повысим. Насколько я знаю, это такое потолочное значение, а дальше будут уже меньше прибавлять нам здоровья, начиная с 28 уровня. Ну, мы поставим 27. И будем стремиться во всех наших значениях, там где 25, да, сделать 27. Но пока что только здоровье, думаю, достаточно будет. Окей. Так, нужно душ 57.665. Отлично. В принципе, у нас есть такое количество, но пока качать не будем. Поехали, Ашн-1. Не на ведьмы. Да, это вот ведьма с огромной вот этой вот херней, которая горит. Это ведьма, друзья, оказалась. Да. Корона рыцаря-понтифика. Вот, собственно, это и головной убор. Ну, не сказать, чтобы что-то такое специальное. Я вот на словах могу вам передать. В общем, броня рыцаря-понтифика, она с ориентиром на то, чтобы иметь максимальный резист к холоду. Так, вот она, кажется. Да, доспех рыцаря-понтифика. Вот обратите внимание. Амороз, да, 81. Вся бронька, все поножи, вся их ерунда имеет большой резист к холоду. Но это ерунда на самом деле. Почему? Потому что... Меня еще никто ни разу не заморозил, а я их там очень много убил. Эти твари довольно быстрые, но... Не было у меня такого, чтобы шкала мороза заполнилась до конца. Но, возможно, еще впереди меня это ждет. А бронька сама по себе так себешная. Правда, весит мало. То бишь, она может быть альтернативой, если, например, у нас какое-то тяжелое вооружение. А далее. Доспех огненной ведьмы. Он, конечно же, чуть получше, чем доспех рыцаря-понтифика. Но он имеет гораздо меньше сопротивления холоду, обратите внимание. Но зато защищает лучше. А в целом бронька тоже так себешная и хуже, чем доспех черного рыцаря, в котором я в основном и бегаю. Я также выбил с них и наручи. Можно посмотреть. Вот наручи огненной ведьмы. И вот наручи рыцаря-понтифика. В общем-то, они примерно схожи, но наручи огненной ведьмы чуть посильнее, чем наручи рыцаря-понтифика. Как я уже говорил, весь комплект доспехов рыцаря-понтифика, он ориентирован на максимальный резист к холоду, к морозу. А все остальное у него второстепенно. Поэтому, если вы хотите максимально защититься от мороза, то вот лучше, наверное, чем деяние рыцаря-понтифика вам, наверное, не найти. Вот обратите внимание, мороз. Дай 5, 48. Он же огненной ведьмы. Ну вот, собственно, как-то так. Поэтому я пока что похожу в доспехах черного рыцаря. Насчет меча не уверен. У меня есть еще огненный асторский меч. Возможно, я буду его использовать. Но пока что неплохо работает и изысканный фламберг на плюс 6. Правда, им приходится вот рассчитывать на удары. Потому что вот эти вот рыцари-понтифика весьма-весьма быстры, друзья. А я не могу вам сказать, что здесь рулит этот меч. Он также, как и большинство других тяжелых мечей, требует определенной выработки скилла под него. Тобишь, вам придется бить им меньше. Не так часто, да? Как таким средним мечом. Но при этом вам придется очень точно угадывать, с какого расстояния носить удар. Это не так просто, особенно если вы играете на клавиатуре. К тому же этот пинок постоянно вмешивается. А пинок это лотерея 50 на 50. Он иногда случается, иногда нет. Я знаю, как его делать, но очень сложно его совершить. Вот именно играя на клавиатуре с мышью. Там, видимо, какой-то недостаточный идет тайминг или еще что-то. Бывает, хочешь этот пинок сделать, но вместо пинка получается вот этот вот удар. А когда надо удар, то обязательно пинок какой-нибудь получится. В общем, в этом проблема. Так что, друзья, как-то так. Давайте возвращаться. А, и вот еще что, друзья. Я там провтыкал, пропустил один момент, один ништячок. Ну, не столь важный, но все равно сейчас вернемся. Я покажу, что там был за ништячок. Это самая обычная душа. Я душ-то тут не трачу. Возможно, вам смогу и показать. Так, 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 так. Душа удрученного рыцаря, кажется, там находилась. По-моему. То бишь, ништяк так себе, но это вот душа. Если продавать, то много-много душ можно получить. Или использовать тоже много душ можно получить. Короче, возвращаемся в начало. Иритила. И там еще нас ждут... Еще один ништячок появился. В общем, сейчас отправимся, сейчас все посмотрим. Так, иритил холодной долины в самое начало. Итак, мы снова в начале. Как только я начал заново здесь все проходить и смотреть, что и как, я первым делом обнаружил вот этот ништячок, которого явно не было. И он появился здесь. Прямо в центре этого моста. На вот этом вот теле. Давайте посмотрим, что это. А, ну это... Сет Крейта, на котором мы победили. Кольчуга из Миры, да? Ну, давайте посмотрим, что за сет. Ну, сравним вот основной доспех, да? Где он тут? Вот, кольчуга из Миры. А, ну, в общем-то... Полегче нашего доспеха. Оно уступает в некоторых моментах. Лучше только от рубящих ударов. Немного, да? И магия вот получше. Ну, в принципе, так себе же не доспех. Но можно юзать, конечно. Ладно. Теперь понятно, что это было. Бежим дальше. В принципе, мы можем еще немного пройти. Я покажу вам, как я тут все это быстро делал. А здесь, в общем-то, еще один бенфейр. И вот тут вот сверху находился еще один ништячок. Там вот свисает тело. Если мы сберемся повыше, мы сможем увидеть получше. Там вот у нас ходят эти рыцари. Вот здесь был ништячок. В прошлый раз я его не собрал вот на этом теле. Тут была душа, друзья. Ничего такого, но все-таки душа. Собственно, как с этими рыцарями-понтификами справляться? На самом деле, есть несколько способов. Это никогда магию кастуют. Стремно. Хотя, с другой стороны, эту магию легко... В общем-то... Вот так вот щитом и раз. И все, собственно. Вот чувак с щитом, допустим. Да, кстати, вот. Сейчас, наверное, без щита там уже побежит. Да, побежит. Вот смотрите. Вот когда они бегут, выгодно делать именно так, друзья. Вот если вы поняли, да, о чем речь. Ну вот этот успел подбежать. Но с ним тоже таким образом. И желательно, чтобы... Когда он... Понимаете, когда он щитом закрывается, ему можно вот такой вот удар сделать. Ничего, в принципе, он не отвечает. Но желательно, чтобы он был где-то прижат к какой-то стеночке. Ну, как здесь, да, вот к этим перилам. В этом случае мы дотянемся до него мечом при повторном ударе. В противном случае, если, например, где-то на открытом месте вот такой удар ему делать, когда он щитом закрывается, он достаточно далеко отлетит. И мы его, скорее всего, мечом просто тупо не достанем. Вот этим фламбергом. Поэтому старайтесь как-то к стеночке подвести и вот так вот сделать. Там вот у нас еще ведьма кряхтит. А, в принципе, с ведьмой совсем несложно справиться, так сказать, вот эта проповедница. К ней достаточно подойти. Она совершенно спокойно быкстабится. Плотняк подходить ей вообще проблем никаких не будет. Можем, в принципе, еще пробежать дальше. Я вам покажу свою тактику, как я тут действовал, для того, чтобы все это было максимально быстро. Не работает эта тактика, чтобы уж прям на все 100%. Я здесь бегал с вот этим вот сундуком на голове, поэтому действовать приходилось очень быстро. А сундук я одевал для того, чтобы повысить вероятность дропа предметов. Поэтому, собственно, я и бегал. А здесь постоянно мочил этих чуваков. А с них может упасть полезный предмет, на самом деле. Разрывной самоцвет. Разрывной самоцвет это добавляет кровотечение оружию. Не сказать, чтобы часто, но падал. Вот именно с этих чуваков. А дальше у нас ведьма идет. Но с ведьмой я так поступал. Я просто пробегал рядом. И делал я, конечно же, это раньше. До того, как она тут подойдет к этому вот месту угловому. Агрил на себя вот этих чуваков. Они бежали сюда. У них такой вот колокольчик на них, что ли, висит. Их всегда слышно хорошо. Не стоит их недооценивать, друзья мои. Они очень больно бьют, на самом деле. А как правило, ведьма не успевала подойти. Вот. С самой ведьмой справиться не проблема. Вот. Разрывающий самоцвет я только что получил. В принципе, она уязвима к ближнему бою. Вот, к сожалению, ничего не дала сейчас. Эстус только подбросили. Но там нет смысла подходить. Давайте лучше, наверное, вернемся к Бонфейру и оттелепортимся. В принципе, вот так вот я делал заходы и собрал всю их броню. И, включая ведьмины, доспехи тоже собрал. Но, повторюсь, друзья, я бегал с сундуком на голове, который получил с мимика, дабы повысить шанс дропа предметов. Так, теперь давайте отправляться туда, где мы завершили в прошлый раз. Церковь Ёршки. Ай, правда, мы практически добежали. Ну да ладно. Так, ну вот мы снова здесь, в этой часовне. А давайте сходим наверх, посмотрим, что там. А, тут ничего, да? Ну ладно. Такой тупичок. Тут мы забрали? Да, забрали. А здесь у нас глаза, да? И больше ни черта не видно. Еще ж был, да, вот он еще один. Так, ладно, идем дальше. А дальше только вот сюда вниз. Вот глаза-то я вижу. Разрывающий самоцвет. Собачки, да? Черт, живучие собачки. Кукри. По-моему, эти собачки побыстрее. Тех вот, которых мы видели ранее. Ржавая золотая монета. Окей. Идем дальше. А тут ни черта не видно. Давайте-ка, наверное, воспользуемся факелом, может быть. Ух ты. Там много этих тварей. Прям напрашивается. Использовать, не знаю, может быть, эти бомбы. А, я не могу фокус направить. Может быть так. Может быть, попадем в кого-нибудь. А, да, смотрите, вполне. Там вот их много. Упс. А, они ползают. Но они... У них атака, знаете. Я понял. К ним, короче, особо близко не подойдешь. Хотя, можно, конечно. Вот видите, я пытаюсь их как-то убить, но как-то вот промахиваюсь по-духому, непонятно. Они вот, наоборот, достают. То бишь, к ним надо совсем близко подходить. И у них еще... А демидж такой серьезный. Так, где там? Ух ты. Подлечился называется. Ух ты. Так, по-моему, тут кто-то упал. Разрывающий самоцвет еще один. Что-то дают его часто. А, там вот еще что-то есть. Билюля синих жуков. Падают сверху на нас, блин. Ладно, давайте посмотрим, что там. Вон чувачок стоит. Камень утраты. А, это маг. К сожалению, не было у нас щита, чтобы закрыться от его магии. Так, тут еще кто-то, по-моему, есть. Нужно еще один маг. А, нет, это падающий вниз. Похоже, что все. Тут можно спрыгнуть, конечно, но я думаю, что здоровье потеряю определенное количество, поэтому давайте, может быть, просто спустимся. Похоже, все мы тут забрали. Я больше ничего не вижу. Спасибо. 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 Там какой-то ништячок. Можно было даже, наверное, спрыгнуть. Ладно, давайте спустимся. Блин, вот их не видно, и невозможно подугадать, когда удар на щит. Вроде бы и понятно, но вот одни глаза только светятся, и непонятно где там их. Тушка, чтобы уже начать ударять. Кто там, зоро? Опаньки. Тут ничего. Опа. Мерцающий титанит. Надо все проверять, друзья, потому что здесь повсюду могут быть эти иллюзорные стены, и можно что-то пропустить. Здесь вроде ничего. Опа. Понятно, это их шаман орал, блин. Еще какую-то магию кастует непонятную. Разрывающий самоцвет. Вот здесь вот вы его точно получите, если из этих твари не выбить. Так, смотрели, мы уже его ждем. Так, где он тут у нас? Вот он. Семь штук уже у меня скопилось. Идем дальше. Тут, наверное, можно спрыгнуть, но там я вижу спуск. Зеленоцвет. Че за... Че-то эта тварь странная. Тляк, здесь ничего. Это мост вот этот вот, по всей видимости. Где мы крокодила валили. Большая душа безымянного солдата. А тут твари вот эти вот затаились. Ну, они так-то вроде простенькие. Убиваются легко, довольно. Так, тут у нас вроде ничего. Мощное лечение. На личинке. А, ну мы навряд ли будем этим пользоваться, потому что здесь требуется веры, аж 25. Зеленоцвет. Еще один зеленоцвет. Так, а тут, по всей видимости, можно спуститься, я так думаю. Но, пока что мы не будем спускаться. Туда вот надо еще сходить. В тот сток. И давайте быстренько сюда заглянем. О, Бонфейр. Как раз посмотрю, сколько мы времени играем уже. Если не слишком долго, то продолжим. Время еще есть. Продолжаем играть. Давайте посмотрим, что там в канализации. А, тут у нас эти твари, да? Продолжаем играть. Черт. Они токсин накладывают. Токсин это похуже, чем яд. Пепел с экскрементами. Та возле пирог. Так, все что ли? Вроде все, взяли. Идем дальше. Там какая-то лестница. О, Зигвард. Суп из эстуса. Токсин. О, извините, я... Я должен был уходить. Это довольно холодно здесь. Ну, ну, это не было так долго. Это хорошо, чтобы тебя видеть. О, я, кажется, не потерял мою возможность. Я, Зигверт Катарина, даю мою глубокую благодарность. И немного сюрприз, чтобы с ней не было. Это все твоё. О, извините. Не бойтесь, не бойтесь мне за деньгами. Я сделаю сладкий эстер-суп. У меня есть сладкий, сейчас. Даже мы, не мертвы, deserve немножечко нормальность, от времени до времени. И, наконец, на этом встрече, давайте мы сделаем шарфу. К вашей воле, мою шару, и наши обязанности. Субтитры создавал DimaTorzok У меня есть проживание, чтобы держать. О, извините. Я боюсь, что я покинулся на что-то. Ну... Я собираюсь у меня немного утром. Единственное, что делать, действительно, после хорошей пищи. Так, а тут у нас что? Ничего, да? Ух ты! Ха-ха, понятно. Так... У него баф какой-то непонятный на оружии. По-моему, молния. Щит серебряного рыцаря. О! Давайте-ка посмотрим. Может быть, получше нашего будет. Ха... Но он не то чтобы получше. Он весит меньше на целый килограмм. Но все остальное так не очень... А, и он для парирования, блин. Он нам не подходит. Ммм... Печалька, ладно. Там сверху лучник, что ли? Да... Да... Ты идешь, нет? Собака. Блин, а... Вот этот перебаный лучник все портит. Надо его увести куда-нибудь. Транспорт. Добавляйте. Транспорт. Транспорт. Ужай. В farии. большой осколок титанита надо будет пофармить потом на них посмотреть что там падает я так понимаю броню с них можно взять что не какой-то лук зверски прям о успокоился типа черт обморожение вот в этих гребаных сосудах обморожение мороз как это присутствовал большой осколок титанита ладно так а там что есть и так понимаю здесь во всех кувшинчиках а ну да понятно ух ты сундучки кольцо со львом не уверен что будем пользоваться молод смогу что за молот и вот кстати с ведьма выпало небесное благословение здесь эти кувшины в принципе один кувшин разбить можно ничего такого не будет я так понимаю это накладывается на всех не только на нас ну и на всяких там рыцарей этот мороз ух ты кто-то там чертовы шапки да кто-то к нам в торксе черт по нам еще магия какая-то быстро чувак но немножко теряется когда кастует магию на этом моменте его можно подловить вернули эстусы какую-то часть когти голема что за когти голема что-то мне тут уже столько всего вот они а ну это такие хотя цешка стоит на ловкости руками типа были к тогда всех валить но может быть можно прокачать здесь смысл посмотрим потом так кто-то по нам тут еще по-моему лупил так и есть что кастуют часто собаки ух ты их тут на херах так шавочки пошли шавочки идите сюда черт они меня сейчас тут задолбит эти шавки они какие-то знаете быстрые быстрее гораздо чем текол понятно почему их там подбросили да еще сразу подвиг кидают их потому что тут эти часто магию свою кастуют блин еще и собаки конечно же идеальное просто сочетание еще одни собачки давай сюда иди блин их еще увидеть надо подошел поближе ты чё быстро не кастуют магию эту прыжками надо или бежать может быть большой осколок титанита собаки еще иди так глаза то я вижу о колокольчики загремели там сверху чувак какой-то а это маг эти в засаде сидят да можно в принципе попробовать зайти выбежать кто-то вроде бы согрелся ух то еще не подошел ну да вас тут как грязи друзья мои сейчас не подойдем ух ты блин большой осколок титанита что-то сорвались ладно а тут лестница есть как раз к ним слушайте отлично Проклещено. Ух ты. Не понял. Где эта сволочь находилась? Блин, обморожение получили. Он, видимо, сверху упал на нас. Там находился, видать. Сбоку, блин. Ну, ладно. Это как слаймы падают сверху. И ножичком работают только лишь. Причем так нехило. Так, похоже, там... Чувак. С косой, что ли? Да, с косой. А, ну, со щитом там попроще. На ручи. Хо-хо-хо-хо. О, да. Это... Это, типа, такая... Ловушечка, да? Мы туда, значит, спускаемся. Нас сразу накрывают. Три рыцаря вот этих вот. И вот эта ведьма. Прикольно. Так, а тут у нас что? Кого-то призвать можно. А тут, я так понимаю, по всей видимости, босс. Слышу, слышу тебя. Еще один самоцвет. уголь и вот эти ребятки ды так вернули стус а это те самые слушайте мы же их видели уже как-то по-моему то начало самое да все ясно что это это шорткат был короче который начала открывает сейчас и пробежать а ну конечно вот он бонфейр часовня то вот это ну что ж друзья давайте наверно этом завершим и продолжим уже в следующий раз я попробую разбивать с тех рыцарей может быть какие-то элементы брони в этот раз мы получили щит хороший щит как хорошим чуть поменьше да но для парирования с этим щитом не будет работать наш мувсет мне очень нужны удары вот именно которые осуществляются щитом без парирования хотя наверно неплохой щит я считаю что этот броня наверно все таки лучшее в игре но я не уверен черного рыцаря и возможно вот этого вот серебряного рыцаря уж больно она хороша открыли мой шорткат и продолжим уже с этого места все друзья спасибо за просмотр всем пока пока увидимся